Всем здравствуйте! Вы находитесь на парфюмерном канале Эсбуке. Меня зовут Юлия, я основательница парфюмерной студии в Санкт-Петербурге и этого канала. Сегодняшнее видео – это видео-продолжение рассказа о нишевом бренде Inissio, французском бренде, который совсем недавно выпустил свой новый, на мой взгляд, шедевр – аромат муск терапии. И об этом я хочу вам сегодня рассказать. Если вам мускусные ароматы интересны, а также вы увлекаетесь парфюмерией и обожаете нишу, тогда оставайтесь на канале, будет интересно. Итак, новый любимчик от Inissio. Называется муск терапии и выглядит следующим образом. Все флаконы Inissio имеют одинаковую форму и разные оттенки, а названия, как правило, написаны на крышке. Почему мне так нравится белый цвет во флаконе? Ну, во-первых, белый цвет всегда транслирует, что это будет аромат про мускусы, про свежесть, легкость, ненавязчивость. И, на мой взгляд, белый цвет идеален на весну и лето, особенно если вы живете в теплом климате. Я обожаю белый цвет, как по мне, вы, наверное, уже поняли. И я люблю деликатные ароматы, мускусные ароматы. Но здесь очень важно понимать, что мускусов великое множество. И когда вам в описании аромата пишут, что это белый мускус, это не значит, что белый мускус в разных ароматах будет один и тот же. Совершенно нет. В этом же аромате очень забавное описание про мускусов, но об этом чуть позже. Давайте сначала я нанесу этот аромат и немного расскажу о том, как я его слышу и что он мне немного напоминает. Аромат раскрывается нежной смородиной, скорее смородиновым листом в сочетании с нежным персиком, который делает смородину более округлой. Также чувствуется бергамот в небольшом количестве и немного цитрусовых нот, которые как будто бы подсвечивают композицию изнутри. Старт аромата терапимуск отдаленно напоминает старт аромата балдафрик от байреда, только без замшевых аспектов. Или бадичеза викториус, аромат хануман, в котором тоже достаточно красиво звучит смородиновый лист. И если бы HFC, аромат дейвилс интриг был менее сладким в старте, то мы бы тоже отчетливо услышали композицию нежной смородины, смородиновых листьев, самих ягод и цитрусовых нот. Такой аромат, безусловно, будет приятен русским девушкам. Для многих из нас черная смородина – это очень притягательный аромат. Я черную смородину также очень люблю, и я делаю очень много ароматов с этим аккордом в старте. Особенно черная смородина, на мой взгляд, прекрасна на весенне-летний сезон. Пока аромат раскрывается, могу сказать, что он достаточно припудренный, такой аккуратный, косметический. В нем очень явно слышны молочные ноты с розой, вернее, с пионом, который здесь не заявлен. Безусловно, здесь огромное количество гидиона. Это тот самый компонент, который напоминает нам нежный-нежный жасмин. Пока аромат раскрывается, хочу вам прочитать, что маркетологи написали об этом аромате на официальном сайте. Итак, экстракт де парфам, муск терапии, мускусная терапия. Закройте глаза, ощутите и прислушайтесь к новым ощущениям. Почувствуйте силу ароматической терапии. Натуральное белое сандаловое дерево в сочетании с белым и розовым мускусом создают захватывающий молочно-бархатный аккорд. Белая магнолия активизирует рецепторы удовольствия, а лист черной смородины стимулирует энергию, высвобождая дополнительную порцию эротизма. Муск терапии – это волшебный усилитель настроения, открывает путь к расслаблению и хорошему самочувствию. Наконец, восхитительная альтернатива искусственному раю и его запрещенным веществам. Основные ноты – бергамот, мандарин, белая магнолия, черная смородина, белое сандаловое дерево и натуральный белый мускус и розовый мускус. Что хочу сказать? Мне всегда очень нравится, как синтетические молекулы и композицию парфюмерную описывают маркетологи. Как вы понимаете, никаких натуральных мускусов уже давно не существует в парфюмерии. И поверьте мне, как пахнут выделения животных, вам вряд ли понравится. Здесь, безусловно, не будет настоящего мускуса от кабаргии или цевета. И, слава богу, животные в целости и сохранности, а все мускусы, которые используются в современной парфюмерии, они, безусловно, синтезированы. И ни одно животное, не пострадало. При этом они максимально безопасны и, можно сказать, приближены к гипоаллергенности. Поэтому в современных ароматах мускусно-амбровая часть занимает достаточно большую долю композиции, иногда даже 50 или 75%. Здесь по звучанию сердца аромата раскрывается, на мой взгляд, немного похожим построением композиции, как, например, у Делины от Парфюм де Марли. Как я говорила в предыдущих видео, это очень успешный профиль. Что в нем прекрасного? В том, что сочетание нежного пиона розы с молочным аккордом делают все цветы очень нежными, очень обаятельными, теплыми, укутывающими и очень приятными и комфортными в носке. И это такая нежная, теплая феминность, которая хранится в сердце аромата. Она же и воспринимается нами несколько такой пушистой и комфортной. Молочный тренд, молочный аккорд в ароматах уже много лет популярен. И еще Киллиан в своих ароматах «Хорошая девочка хочет стать плохой» или «Rollin' in love» активно использует сливочную молочную ноту, которая так привлекает всех девушек и мужчин к этому аромату. Здесь использован этот же прием. Плюс бархатность, комфорт, такая некая телесность создается за счет сочетания молочных нот магнолии и самого сливочного аккорда и сандалового дерева. Сандаловое дерево в натуральном своем эфирном масле звучит безусловно не так, как мы слышим это в парфюме. Здесь использована молекула, достаточно популярная, возможно даже две. Одна называется «Богданол», вторая называется «Еванол». Если вы вспомните аромат «Сантал-33» от «Лилабо», то вы, скорее всего, вспомните, как звучит сандаловая молекула в этом аромате. Здесь, на мой взгляд, больше использована молекула «Богданол». Она дает такую теплоту, некую прозрачность, уютность. И это, на мой взгляд, очень идеальное, очень женственное сочетание, прекрасная находка, когда сочетаются сливочные и молочные ноты с молекулами сандалового дерева, с добавлением нежных компонентов от розы и магнолии. И все это закручивается в мускусы. Мускусы, как я уже сказала, используются, безусловно, синтетические или синтезированные. Многие компании за них получали, на самом деле, Нобелевскую премию. Не стоит бояться, что в парфюмерии не так много натуральных компонентов. Что такое розовый мускус, сложно представить. Могу сказать, что здесь использованы такие молекулы, как изоисупер, это 100%, это амбровая молекула, она подкрепляется таким нежным древесным звучанием. Здесь использована молекула мускусная, можно назвать ее белой, молекулой чистоты, габанолит. Она также присутствует у меня в студии, можно послушать. Я слышу здесь еще несколько молекул, которые также создают очень красивый мускусный аккорд. Это муск-Т от компании Тагасага, это японская компания, производитель молекул. И муск-Ценон, это компания фирмы Ниш. И это все очень красиво, правда. Если у вас нет анасмии на мускусные ароматы, вы любите черную смородину, вам нравится балдафрик или вы носите хануман от Бадичеза Викториус, муск-Терапии также понравится тем девушкам, кто любит молочные ноты в аромате. Например, если вы носите и обожаете последний аромат от Мема, который называется Синтра, вам нравятся немного пудровые молочные ноты, такие, например, как в Rolling in Love Киллиан или Good Girl Gonna Bet, опять-таки, от Киллиан. Или вам нравится Делина, Делина классическая от Parfum de Marley или Делина à la Rose, последний выпуск, Делина более розовый и свежий. Тогда этот аромат, безусловно, вам понравится. В принципе, этот аромат можно покупать без затеста, но только в том случае, если вы точно знаете, что вы хорошо слышите мускусные ноты, а у вас к ним нет анасмии, тогда этот аромат вам действительно понравится и вы услышите, насколько телесный и стойкий он может быть на коже. С моей кожи, как правило, все достаточно быстро слетает, у меня достаточно сухая кожа, но этот аромат вцепился просто мертвой хваткой и мне это нравится. При этом этот аромат никого не задушит, он достаточно деликатный. Я называю такие ароматы политкорректными, я люблю такие ароматы. Мне нравится самой наслаждаться ароматами и только самые близкие люди, которых я обнимаю или целую, могут услышать с меня этот аромат. В общем, если вы подобные вещи любите и носите, рекомендую вам протестировать Муск Терапи от Инисио, потому что, на мой взгляд, это очень удачный аромат. И, конечно же, он подойдет и на весну, и на лето. Все, что касается мускусов и молочных аккордов, это такие ароматы, на мой взгляд, на любой сезон. Поэтому лето и весна не исключение. На сегодня это все. Надеюсь, вам этот обзор был интересен. Приглашаю вас к нам в студию S-Buke создавать свои собственные ароматы. Вы сможете выбрать именно те мускусы и амбры, которые максимально красиво сочетаются с вашей кожей и раскрывают вашу индивидуальность и сексуальность. И поверьте мне, такие ароматы, созданные лично вами с нашей поддержкой, они будут самыми комплементарными. Спасибо, что смотрели и до новых парфюмерных встреч. Пока-пока.